Жители края напуганы всплеском радиации, который мог распространиться по всей территории страны после трагедии в Архангельской области. Напомню, в начале августа на военном полигоне в Нионоксе во время испытаний баллистических ракет произошел мощный взрыв. Погибло несколько человек. Ко мне в студию присоединяется Ирина Корчагина. Она решила проверить, как обстоят дела с радиационным фоном в Барнауле. Ира, привет. Евгения, здравствуйте. Я знаю, что вы с камерой, с оператором, проехались по самым, так назовем, популярным частям города Барнаула. Вот к какому выводу вы пришли? У меня сложилось такое впечатление, что слухи радиации уже страшнее, чем сама радиация. Но подробнее об этом сейчас расскажу. В сети даже появилась карта, на которой изображено, как могло распространиться радиоактивное облако после аварии на военном полигоне в Нионоксе. Правда, уже совсем скоро сами авторы карты признали, что это лишь их предположение, не более чем. Ну, снесло судат к нам. И Урал не помог. Не помог у Рома Горальской горы. Ну, а вы вот как ощутили? Какое-то недомогание? Может быть, что-то выпадать стало там? Ну, как-то по себе. Я всегда на бодрячке так-то не чувствую никогда. Из-за многочисленных публикаций в СМИ некоторые люди вообще начали называть взрыв в Нионоксе вторым Чернобылем. Похожая паника накрыла жителей Барнаула на фоне испытаний на Семипалатинском полигоне. В марте 90-го года на углу гостиницы «Центральная» появился дозиметр, который постоянно показывал информацию о радиационном фоне в городе. Но вдруг в СМИ появилась информация о том, что если приложить ладонь к табло, он покажет уровень радиации в организме. А будем ли теперь жить мы? Росгидромет подтвердил, что в день взрыва уровень радиации в Архангельской области увеличился в 16 раз. По словам специалистов, это звучит тревожно, но на самом деле не страшно. Это меньше, чем доза облучения за час перелета на самолете. Мы решили узнать, какой уровень радиации сейчас в Барнауле. Скажем сразу, безопасным считается показатель от 0,5 микрозивертов в час. У памятника Ленину, чей постамент сам по себе является радиоактивным из-за гранита, дозиметр показал всего 0,28 микрозивертов. И, кстати, это самый высокий показатель во время нашего эксперимента. Самый низкий радиационный фон возле администрации края всего 0,04. В среднем по городу дозиметр фиксировал 0,12 микрозивертов. Напомню, что допустимым считается до 0,5. Ну, вообще, роза ветров оттуда, конечно, дует, но что протащит, я не верю. По-моему, сейчас, если бы даже искрыли, люди бы сами узнали друг от друга. В этом и вся прелесть радиационных воздействий, что ничего в момент и после не чувствуют, если не возникает острая лучевая болезнь. Если острая лучевая болезнь, это будет неукротимая рвота, и там все понятно. Здесь этого нет и быть не может, потому что доза малая. С этим согласен и Николай Панов. Он, кстати, занимается продажей дозиметров. Говорит, даже после публикации в СМИ люди не бросились покупать приборы. Даже выпавшие осадки не факт, что привыкли какую-то норму по загрязнению. Если бы такое произошло, разумеется, была бы объявлена эвакуация от населения. Какой вывод сделать, каждый из зрителей решит сам. Ну, а мы после нашего эксперимента уверены. Если бы Барнаул все-таки накрыла волна радиации, даже самый простой бытовой дозиметр подал бы предупреждающий сигнал. Я сделала такой вывод, что не стоит бежать ни за крупами, ни за яблоками, ни за Алтайского края. Думаю, что действительно слухи, будем надеяться, преувеличены. Ну, а пока к другим темам. Субтитры создавал DimaTorzok